Стилист Юлия Мачула 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 Стилист Юлия Мача Стилист Юлия Мачула 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 Чи правильный цехит, чи, можливо, пудра не впливает на те, как их скрывать? Пудра, конечно, скрывает, особенно компактная пудра. Но если в течение дня мы будем постоянно-постоянно пудрить, мы как бы создаем неестественный вид лица и усугубляем проблему. То есть если мы должны справиться с жирным блеском, мы используем матирующие салфетки. Если нам нужно скрыть какие-то недостатки, мы используем точечно тональное средство. Следующий секрет для цветущего вида лица – это румяна. Мы не используем никакие кирпичные оттенки, мы используем только розовый. То есть нам нужен обязательно розовый оттенок. Если это брюнетки или холодные блондинки, мы используем более холодный розовый. Если вот у нас такая медовая блондинка, то розовый будет с персиковым тоном. Як мы наносим румяна? Румяна мы наносим на яблочки щек и хорошенько растушевываем. Я вижу, что даже на пив прозором мы наносим, чтобы не очень акцентовать. Да, мы создаем такой здоровый румянец. Нам нужен свежий цвет лица, нам не нужно подчеркивать, создавать какой-то такой цвет на щеках. И еще один секрет, который очень часто используют голливудские визажисты. Они используют розовый румяна в качестве теней. Именно это создаст свежий взгляд. Теперь ты знаешь секрет от голливудских визажистов. Записывайся на тобо. Мы наносим небольшое количество розовых румян, тех же, которые мы использовали на щеках. И это нам не даст уже какой-то яркости, цвета. Это именно создаст такой вот отдохнувший, свежий взгляд. А чи не будет це трошки заплаканный вид очей? Червоний очи не будет? Именно потому что мы немного его используем, мы не перебарщиваем, мы используем красные оттенки, мы используем персиковый, розовый. И он нам дает вот такую вот свежесть на глазах. Еще очень хорошо для... А чи не очень покажись. Для макияжа глаз, именно для свежести взгляда, мы используем ванильные и персиковые оттенки. Это именно те тона, которые помогают. И еще тоже как бы немногие об этом знают, но именно фиолетовые оттенки можно использовать для того, чтобы создать свежесть взгляда. Мы не будем делать подводку, мы не утяжеляем взгляд. Мы используем один тон слой туши. Туш лучше всего использовать коричневую. И на губах, если у нас есть какие-то трещинки, сухость, шелушение, тогда мы не используем помаду. Ну, допустим, здесь у нас никаких проблем с губами нет. Но если губы пересушены, тогда помада это только подчеркнет. Поэтому мы не используем помаду. Мы используем либо бальзам, либо блеск. Что ж, если будут проблемы с губами, выбираешь блеск. Запамятала? Как я понимаю, макияж уже завершенный. Да, мы добились именно свежести. Мы не делаем какой-то цветовой акцент. Мы не затемняем. Мы добились свежий такой цветущий, отдохнувший вид. Ну что ж, чувствуешь себя больше яскравою? Я прям чувствую, как я отчула. Что ж, девчата, если у вас была долгая работа, або без сон на ночь, вы готовились до экзамену, або какого-то звіту, то ось такий гарный макияж, если не сделает вас больше отчеркнуть, то хотя бы вскрие все недолики, и вы будете чувствовать себя правильной королевой и богиней. Так, Алечка? Богиня. Что ж, друзья, я еще до свидания нового дня. Звитала стилист Юлия Мечола. Мы дякуем ей за то, что она дала нам такие бесстынные поради. Редактор субтитров А.Семкин